Ежегодно работники парка Нунто проводят мониторинг состояния почв, воды на своей территории, отслеживают численность охотничьих животных и птиц. Выявляют краснокнижные виды флоры и фауны, представленные здесь. Одно из исследований – степень урожайности дикоросов. Состояние ягодников в парке оценивают с 2015 года. В 2015 году у нас на территории парка было 6000 килограмм на всю территорию парка ягодников. В 2016 году у нас было 5000 килограмм на территорию ягодников. А в 2017 у нас, получается, даже до 1000 не дошло ягодников. Это связано с тем, что низкие температуры были зимой, дождливое лето было. В нынешнем году ситуация заметно улучшилась, говорят специалисты научного отдела парка Нунто. Достаточно много черники, появилась морошка. На протяжении последних двух лет ее практически не было на этой территории. Есть голубика. Динамика урожайности дикоросов неравномерна. Чтобы ее отследить, существует специальная технология. На территории памятника у нас семь постоянных площадок. Также мы закладываем временные площадки. Это площадка метр на метр. Она ограждена у нас знаками. Мониторинговые площадки закладывают один раз, а потом на протяжении ряда лет отслеживают изменения количества лесных ягод, используя определенную формулу. Специалистам парка Нунто осталось провести учет клюквы. Общие результаты нынешнего мониторинга урожайности дикоросов станут известны в сентябре. Александра Плескач, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский. Продолжение следует...